Здравствуйте! В эфире «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. И сегодня мы обсуждаем одно из самых значимых событий в истории современного Азербайджана и в частности экономики нашей страны. Ровно 27 лет назад, 20 сентября 1994 года, государственная нефтяная компания Азербайджана Сукар подписала контракт о совместной разработке блока месторождения Азерича Рагюнашли с 11 ведущими нефтяными компаниями из 7 стран. Соглашение объемом примерно 400 страниц по своему историческому, политическому и международному значению получило название «Контракт Века». Значение контракта Века для Азербайджана и региона мы обсудим с заместителем вице-президента государственной нефтяной компании Азербайджана Сукар по инвестициям и маркетингу Виталием Бегдарбековым. Он у нас в студии. Здравствуйте, Виталий Меолин, добро пожаловать. Я знаю, что сегодня ваш профессиональный праздник. Позвольте мне поздравить вас с ним. Мой первый вопрос будет такой. 27 лет прошло, можно уже подводить какие-то результаты. Какое значение было этого контракта в истории Азербайджана и вообще в истории региона? Как вы считаете, как этот контракт отразился на развитии нефтяной промышленности в Азербайджане? Да, можно подводить итоги. Безусловно, итоги промежуточные, потому что месторождение, о котором мы говорим, и контракт, который сопровождает его разработку, они находятся, что называется, в расцвете своей деятельности. И контракт, и месторождение принесут Азербайджану еще много пользы в будущем. Наверное, об этом мы тоже будем говорить. Что он нам дал на сегодняшний день? Ну, очень многое из того, чем мы по праву в нашей стране гордимся. Если говорить о нефтяной промышленности, то это был, конечно, катализатор для того, чтобы в страну потоком пошли иностранные инвестиции. Это был пример, которому последовали 35 контрактов аналогичного типа с различными инвесторами, включая тех инвесторов, которые работают в контракте Азари Чарак-Генашли, но и инвесторов других. Это выросшие потоки нефти, газа, это трубопроводы. Но самое главное, наверное, что этот контракт дал нам всем, это новый, независимый, процветающий и уверенно смотрящий в будущее Азербайджан. Конечно, один контракт, одна разработка, она не могла обеспечить все то, чем мы справедливо гордимся сегодня. Но большой, я бы даже сказал, очень большой вклад в это контракт по разработке месторождений Азари Чарак-Генашли, безусловно, внес. А вот если говорить о в целом вкладе в экономику, потому что вклад был не только в нефтяную сферу, все-таки доходы, прибыль, которые получили от этого контракта, от разработки этих месторождений, были вложены во многие другие сферы экономики. Вот как вы оцениваете в данном случае влияние этого контракта на экономику в целом? Ну, то же самое, но в определенной попытке сделать это через цифры. Контракт по разработке месторождения Азари Чарак-Генашли, это основная составляющая нефтегазовых доходов Азербайджана. А сами нефтегазовые доходы Азербайджана составляют существенную часть азербайджанской экономики. На сегодняшний день превышающую порядка 50 процентов нашего ВВП, валового внутреннего продукта. В начале своей деятельности ВВП Азербайджана, в начале деятельности Азари Чарак-Генашли, после того, как контракт стал экспортировать нефть в 97 году, эта цифра доходила в определенные моменты до 90 процентов, даже с лишним. Таким образом, достаточно понятно, что если 90 процентов вашего ВВП формировалось в прошлом за счет разработки одного месторождения, на сегодняшний день цифры уже иные. И это не потому, что мы стали здесь существенно меньше добывать, а потому что другие отрасли экономики сделали существенный скачок. И роль нефтегазовой промышленности в формировании нашего ВВП, и, соответственно, Азари Чарак-Генашли формирование этого ВВП, она стала уже иной. Но, тем не менее, одной из, пожалуй, самых существ. Да, но основные экспортные продукты по-прежнему нефть и газ. По-прежнему нефть, газ, продукты переработки. Совершенно верно. А если говорить о значимости этого контракта для других стран, для региона в целом? Потому что ведь этот контракт позволил многим странам получить азербайджанскую нефть, о которой они, в принципе, мечтали. И до сих пор, если, допустим, взять хотя бы страны Европы, Италию хотя бы, Азербайджан является очень важным поставщиком на этот рынок. Как на них это отразилось? Или взять, допустим, Грузию, Турцию, которые стали транзитными странами и, опять же, получили свои дивиденды. Вот каково значение этого контракта в целом для региона? Получили Грузия и Турция, получают. И в течение еще ни одного десятилетия будут, безусловно, получать. Да, полностью согласен. Не уверен, что мечтали. Это правильное выражение. Но, во всяком случае, элементом их долгосрочной экономической стратегии использование азербайджанских ресурсов, нефтегазовых ресурсов, безусловно, было и остается на сегодняшний день. Ну что, мы внесли определенный, весьма даже существенный вклад с помощью наших углеводородных ресурсов в экономическое развитие Грузии, обеспечивая ее энергобезопасность поставками ресурсов на сегодняшний день. Суммарно, если мы возьмем по газу, достигающих порядка 80% грузинского газового баланса по нефтепродуктам, мы играем однозначно существенную превалирующую роль на рынке Грузии нефть. Нефть — это транзитный ресурс, который через Грузию с помощью системы трубопроводов, во главе которых, конечно же, стоит Баку-Тбилиси и Чайхан, поставляется на мировой рынок. И когда мы говорим о том, что на рынке до сегодняшнего дня было отправлено 3-3 с лишним миллиарда баррелей нефти, то, конечно же, вся эта нефть проходит через территорию Грузии. Грузия на этом получает тарифы, Грузия развивает на этом свою экономику. Поэтому я думаю, что здесь влияние на экономику Грузии достаточно очевидно. Грузия относительно небольшая страна, и при той роли, которую наша компания и азербайджанские углеводороды играют в ее экономике, я смело могу сказать, что мы в этой экономике играем очень-очень существенную роль. Мы не монополист ни в коей мере и не стремимся им быть, но вклад наш существенный, и от взаимоотношений наших с Грузией, с грузинским народом, с грузинским правительством зависит очень много, и мы все делаем для того, чтобы быть хорошим, добропорядочным, добросовестным, если хотите, пользователем. Компания, которая, присутствуя в Грузии, осознает свою ответственность перед правительством, перед страной, перед людьми, стремится внести свой вклад в развитие регионов, и вы все слышали, недавно такой вклад был. То есть мы строим стадионы, мы подаем газ, социальный газ, как мы его называем, грузинским потребителям. Мы обучаем детей, спонсируем обучение детей, строим школы, действуем, во всяком случае, как должна себя вести компания, которая пришла всерьез, надолго, и планирует всерьез и надолго оставаться в стране. Турция, Турция огромный рынок. На этом рынке с нашим газом и с нашими нефтепродуктами мы тоже играем существенную роль. Для нас статистика в основном, мы не стремимся к этим показателям, но когда в 2020 году в определенные периоды мы были доминирующим, или первым по объему поставщиком газа в Турцию, это достаточно широко освещалось. Я еще раз говорю, что мы не стремимся быть первым, мы не беспокоимся, когда мы вторые, но мы стремимся сохранить, развивать добрые, долгосрочные отношения со страной, которая является нашим стратегическим партнером, со страной, с которой мы являемся братьями, и с которой мы действительно с успехом развивали вместе нашу нефтегазовую промышленность. Надо никогда не забывать о том, что не только мы делаем что-то, поставляя свои ресурсы на территорию Турции, но и турецкие компании очень активны в Азербайджане, активны в том числе в проекте Азари Чараги нашли, о котором больше говорят в связи с сегодняшним праздником, потому что праздник этот в день, когда этот контракт был подписан. 2001-го года? 1994-го. Праздник отмечается, 2001-го года? Да, а контракт был подписан в 1994-м, и турецкие компании, в свою очередь, вложили существенные, очень большие инвестиции в Азербайджан, нефтегазовую промышленность, не только в этот проект, и в другие проекты, и поэтому вполне справедливо говорить о том, что вклад и сотрудничество здесь обоюдные, интересы здесь полностью совпадающие. Турецкая республика является для нас и существенным, наверное, крупнейшим потребителем наших углеводородов, и страной, через которую осуществляется наш транзит, например, транзит нефти и транзит газа в Европу, на мировые рынки. Поэтому сотрудничество здесь, являющееся, как я уже сказал, взаимным, взаимопроникающим, взаимосвязанность и связи огромное. Мы вложили очень много в турецкую экономику, ведь Сокар в Турции, это не только транспортировка нефти или поставка газа, это нефтехимический комплекс, который построен, который функционирует в Измире, который является, пожалуй, крупнейшим в Турции на сегодняшний день в совокупности того, что там построено и созданное однозначно крупнейшим международным проектом Сокара за пределами нашей страны. Ну и, кроме того, это большой успех, потому что эти объекты и завод Стар, и завод Питким функционируют успешно, приносят существенную прибыль, управляются на самом современном уровне, люди довольны, компания довольна. Я думаю, что это достаточно хороший, серьезный показатель тех прекрасных, глубоких отношений, которые сложились между нашими странами, особенно в сфере разведки, добычи, транспортировки углеводородов. А вот с точки зрения диверсификации, потому что сейчас это очень актуальный вопрос, все страны об этом говорят, что для энергетической безопасности нужно диверсифицировать маршруты, источники. Вот какую роль сыграл этот проект именно в этом направлении? Для Европы, я имею в виду. Ну, и для нас тоже давайте об этом тоже не забывать, потому что история о нефтегазодобыче в Азербайджане, ну, известно, она насчитывает уже много десятилетий, даже уже не один век, как мы смело можем говорить. И для нас, страны, которая была ориентирована в одном конкретном направлении, как экономика наша была выстроена, скажем так, в предыдущие годы, до 94-го, до 97-го, до 2003-го и 2006-го, когда вводились в строй наши новые нефтегазопроводы, она была ориентирована на территорию бывшего Советского Союза и все. Являясь страной без выхода к открытым морям, для нас, не только для европейцев, но и для нас огромное значение имела прокладка трубопроводов, которые позволили бы нам взаимодействовать со всем остальным миром. Диверсификация не только источников, которые интересуют наших коллег, наших партнеров, но и диверсификация маршрутов, доступ к различным рынкам. Это, наверное, было для нас очень-очень важным все эти годы, потому что именно доступ к различным рынкам позволял выбрать правильную стратегию продаж, позволяющую достигать оптимальных результатов на том или ином пути. И в то же время значение диверсификации во всем этом процессе, его тоже ни в коем случае забывать не нужно. Ориентировав основной поток своих нефтегазовых ресурсов через территорию Грузии, в Турцию и далее, с точки зрения нефти везде, с точки зрения газа в основном в Европу, мы ни на секунду не забывали о том, что нам нужно держать и поддерживать в хорошем работоспособном состоянии трубопроводы на территорию других государств, с которыми мы соседствуем, и речь, конечно, в первую очередь идет о Грузии, через Грузию в Черное море и Российской Федерации. И эти трубопроводы функционируют, эти трубопроводы успешно доставляют наши ресурсы на рынки из бассейна Черного моря, наш газ на территорию Российской Федерации, российский газ на территорию Азербайджана. Мне довелось недавно уже отвечать на вопрос о том, как развиваются перспективы сотрудничества Азербайджана и России в газовой сфере, они многогранны. Я бы сказал, что здесь у нас постоянно стремление к созданию новых каких-то возможностей для сотрудничества торгово-обменных операций в области газа, они называются своп-операции, толлинговых операций, когда производится поставка ресурса, переработка его на предприятиях наших или российских, и потом совместная или раздельная реализация продукта на рынках. То есть в данном случае тоже, пожалуй, очень важно подчеркнуть, что успехи, достигнутые нами, и возможности, которые нами были созданы за эти годы, позволили нам развивать сотрудничество уже в областях, которые раньше нам были недоступны. Вот те, которые я перечислил, являются в частности таким примером. Я думаю, что это только начало. Варианты и развитие этих сотрудничеств у нас в планах есть. Будем работать дальше. Если опять вернуться к контракту, он изначально был подписан до 2024 года, но в 2017 году он был продлен до 2050 года. Что значит продление этого контракта, и какие ожидания у компании Сокар от этого контракта до 2050 года? Хороший вопрос. Действительно, он был подписан до 2024 года. В контракте была возможность продления его еще на 5 лет, в стороны, рассмотрев огромные возможности, которые предоставляло, предоставляет, будет предоставлять месторождение Азеричи Рак-Генашли, пришли однозначно к выводу, что с экономической точки зрения было бы весьма целесообразно продлить его разработку на гораздо более длительный срок. Мне уже доводилось когда-то рассказывать, в том числе в эфире CBC, о том, что запасы группы месторождения Азеричи Рак-Генашли превзошли то, что мы предполагали, когда вели переговоры по этому контракту в 1993-1994 годах, как минимум в три раза. То, что мы добыли на сегодняшний день, это свыше 540 миллионов тонн нефти из этого месторождения, хочу также сказать, что добывается вместе с нефтью и попутный газ, превысило существенно прогнозы, которые в целом были на добычу из месторождения Азерича Рак-Генашли, когда шли переговоры. Мы даже готовили докладные записки, объясняли, на что это месторождение будет способно. Мы никогда не указывали запасы, о которых мы можем говорить сегодня. Это плоды вот этой вот работы многолетней, это плоды применения самых новых современных технологий в нефтегазодобыче. Ну и, конечно, это особенности азербайджанских месторождений, запасы которых, как правило, существенно в разы превышают то, что мы предполагали, когда вводили их в разработку. Это касается не только АЧГ Азерича Рак-Генашли, это касается и практически всех других наших месторождений. Но если мы говорим об АЧГ, то на сегодняшний день мы планируем на следующий промежуток времени, вы его назвали, до 2050 года, срок на который контракт был продлен, что мы сможем с помощью, конечно, оператора British Petroleum, с помощью остальных партнеров, которые работают в этом проекте, добыть, пожалуй, еще столько же газа. То есть, если мы говорим о том, что свыше, существенно свыше, 500 миллионов тонн нефти мы из него уже добыли, прошу прощения, я сказал газа, нефти мы уже добыли, то мы планируем добыть как минимум еще столько же. Если исходить из того, что цены будут такими, как они на сегодняшний день, или, как многие прогнозируют, даже выше, можно говорить и, наверное, думать о том, что и доходы от этого месторождения будут как минимум сопоставимы с теми, которые Азербайджан, наша компания, наши партнеры получили в ходе вот этих вот успешных 27 уже лет совместного сотрудничества. А вот при продлении этого контракта доля СУКАР выросла больше, чем в два раза, то есть было это 11,65, а сейчас стало 25%. Что это значит для компании? Это значит, прежде всего, что мы будем получать в два раза больше, чем получали раньше от доходов, которые это месторождение будет приносить. Но это как бы самый простой ответ, и ответ, который находится на поверхности. Но помимо этого, это означает существенно возрастающую роль нашей компании в принятии решений по проекту. И когда вы говорите о возрастающей роли в принятии решений, это еще и ответственность за те решения, которые реализуются. Я думаю, что это в какой-то степени признание того, чего СУКАР достиг за эти годы. Это признание того, что в компании выросло новое поколение менеджеров, современных, высокообразованных, способных решать сложнейшие задачи. И они решают эти сложнейшие задачи через компании, наши компании, которые являются участниками консоответствующих контрактов. Они решают эти задачи во взаимодействии с нашими иностранными партнерами. Но ответственность, роль, и все это должно еще приводить к тому, что мы должны как минимум поддерживать добычу по возможности стабильном уровне. Ни одно месторождение в мире не поддерживает добычу пик, и бесконечно долго после пика добычи, поэтому мы должны как можно больше держать по возможности стабильную добычу нефти и сопутствующую ей добычу газа. С этого месторождения такая же задача действует практически для любого другого месторождения. Как вы думаете, в течение скольких лет будет это возможно еще? Не знаю, но мы стремимся к этому. И стремление — это хорошо. Нужны инвестиции. Нужны инвестиции в развитие месторождения. Инвестиции — это бурение новых скважин, а также нужны те технологии, которые позволяют повышать коэффициент нефтеотдачи с месторождения. Уверенным в том, что это будет на протяжении 10-20 лет, нет таких заверений я дать не могу, но все опять же зависит от того, какие будут применяться технологии и какая будет интенсивность осуществления вот этих самых инвестиций в разработку месторождения. Будем бурить больше, будем вкладывать больше, и дольше будет поддерживаться уровень добычи стабильным или, по крайней мере, на том уровне, который является с точки зрения разработки пластов месторождения, оптимальным на сегодняшний день. Я понимаю, что я не отвечаю на ваш вопрос точно, но точного ответа не существует. А если говорить про точность, сколько добывается сейчас и какие прогнозы на будущее? Добывают сейчас с месторождения Азари-Черак-Генаш-Лей несколько больше, чем 23 миллиона тонн нефти в год. Добывали больше. Надеемся, опять же, на определенный рост добычи по мере ввода в действие новых скважин и новых технологий. Ну и полагаю, что такая тенденция будет сохранена. Но уже говорил о том, что не только нефть, но и газ. Газа тоже немало. Порядка 12 миллиардов кубометров газа в год. Большая часть его закачивается в пласты для поддержания высокого коэффициента нефтеотдачи. Это еще один способ поддерживать доводчу на стабильно высоком уровне. Будем больше закачивать, будем больше получать нефти за счет повышения вот этой самой нефтеотдачи пластов. Газ при этом никуда не делается, он в пласте, он выйдет позже вместе с той же самой нефтью. Поэтому процессы, которые происходят сегодня, имеют огромное влияние на разработку месторождения в будущем. Вообще мы относимся к месторождению как к живому организму. Если вы поддерживаете его жизнедеятельность, если вы его в нашем случае подкармливаете, условно говоря, закачкой воды, закачкой газа, осуществлением других технологических мероприятий, тем самым вы продлеваете его жизнь. Вот раз уж мы заговорили про газ, СОКАР сейчас не только нефтяная компания, но и активно занимается добычей газа, экспортом газа. Расскажите о работе в этой сфере и какие планы в газовой именно сфере. Я очень люблю говорить про газ. Газ — это составляющая, наверное, основная работы моей и моих коллег за последние лет, наверное, 10 уже. И прежде всего, конечно, мы всегда были нефтегазовой компанией, СОКАР всегда добывал газ. Но СОКАР не был поставщиком газа на мировые рынки. СОКАР не имел газопроводов, которые соединяли бы наши месторождения с потребителями в Грузии, в Турции, в Европе, о чем мы уже говорили. Газ играет огромную роль в жизни нашей страны. Газ — это основная составляющая для производства электроэнергии в Азербайджане. Газ играет огромную роль в энергобезопасности, а, значит, безопасном функционировании, надежном функционировании экономики в Грузии. Я говорил уже, что мы доминируем в поставках газа на территорию этой дружественной нам страны. Роль в Турции, роль в Европе, где мы теперь уже имеем возможность работать активно с покупателями газа в Болгарии, Греции, Италии. Их много. Это открытый рынок, во всяком случае, итальянский рынок, это рынок открытый, на котором мы и конкурируем, если хотите, с другими поставщиками, многими. Просто как компания из компании, за определенную долю на этом рынке. И имеем уже свою собственную нишу на основе долгосрочных контрактов. Так что появление газа в стратегии развития нашей компании сделало ее, прежде всего, очень важным игроком на международном газовом рынке. Где-то мы основные поставщики, где-то мы первые, вторые, третьи, я имею в виду Грузию, Турцию. Где-то мы играем существенную роль, скажем так, как в Италии, где нам от рынка принадлежит относительно небольшая часть, вот этого самого рыночного пирога. Но поставки газа из Азербайджана начались практически одновременно с ростом цен на европейском газовом рынке. Мы начали поставлять свой газ в Италию 31 декабря 2020 года. В последний день 2020 года. Мы даже шутили, что это наш новогодний подарок. И вот этот новогодний подарок, он пришелся весьма ко двору. Да, летом все рекорды побили цены на газ. Они били все рекорды и зимой, поверьте мне, и весной по сравнению с тем, что было. Но для лета это необычная ситуация. Обычно летом наоборот падает, а здесь получилось совсем наоборот. Получилась очень интересная комбинация различных факторов, в основе которых, конечно, основную роль играют факторы рыночные. Все эти рыночные факторы сводятся к одному очень простому слову. Слово спрос, причины возникновения этого спроса. Следует их анализировать, следует их изучать еще дополнительно. Но так получилось, и поверьте мне, что это просто так совпало. Никто этого никогда не мог бы планировать, что мы со своим газом пришли в Европу именно тогда, когда начался этот рост. Давайте оставим в стороне тот факт, что, конечно, нас это далеко не огорчило. Нам это, безусловно, было выгодно. Но азербайджанский газ внес свой существенный вклад в сдерживание этого самого роста цен, который достиг уже действительно заоблачных высот. То есть могло быть и больше? Могло быть и больше, конечно. Если бы не было... Мы только что говорили, какую роль мы играем, скажем, на рынке Греции, на рынке Италии. Она не доминирующая, но она уже существенная. На рынке Греции она просто существенная. Это больше, чем 1 четвертая, больше, чем 25% рынка в Греции. В Италии меньше. Но, тем не менее, не было бы южного газового коридора, не было бы азербайджанского газа, цены были бы еще выше. И еще раз подчеркну, мы этим не огорчены, но сказать, что нас это радует, было бы тоже неправильно. Спекулятивный спрос, спекулятивно высокие цены, они не способствуют ни оздоровлению экономики, ни ее уверенному продвижению вперед. А это именно то, в чем мы заинтересованы. Здоровая экономика, здоровое потребление, растущее стабильно потребление, это уверенность в завтрашнем дне, в том числе и в рынке, на который мы поставляем свои ресурсы. Экономика, которую лихорадит, которая реагирует на эти скачки в ценах, будь то газ, будь то нефть, это, конечно, экономика, которой о стабильности говорить трудно. Но о верности избранного нами пути и удачного времени выхода наших углеводородов, в данном случае газа, на рынок, смело говорить можно. И нужно. Ясно. Спасибо большое, Виталий Малим. Спасибо, что пришли к нам в студию. Еще раз с праздником вас. Напомню, что в эфире была экономика дня. Сегодня мы обсуждали контракт века. Гостем нашей студии был заместитель вице-президента госнефтекомпании Азербайджана Сокар по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков. Я Елена Косолапова. С вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. А я хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить своих коллег, сотрудников государственной нефтяной компании Азербайджана Сокар с их профессиональным праздником. Дорогие друзья, всего вам наилучшего. Здоровья и счастья. Спасибо. Присоединяюсь к вашим поздравлениям. Всего хорошего вашей отрасли и вашим коллегам. Спасибо, Елена. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин